Качество жизни зависит от качества питания. Ничего нового не открыл, но как вот рисунок я однажды давненько упоминал в журнале. А, в газете был. Муж приходит домой, кастрюлю открывает, крышечку принюхивает, и жене говорит, ворон жрет всякую падаль и живет 300 лет. Я, наверное, тысячу лет проживу. Вот так вот человек идет что-то покупать на рынок. Я присматриваюсь, думаю, как-то у нас неправильно люди относятся к продуктам питания. Они иной раз вот машину самую крутую надо купить, одежду самую-самую что-то такое. Ну, а о себе так мало думают. Думают, вот возьму я, дескать, и это подешевле, подешевле что-нибудь. Как не так давно шел я по улице, а там торговка, пошла в магазин, там сеть известная такая есть. И за 100 рублей купила масло, пачку. Она говорит, 200 стоит, а это 100 рублей со скидкой. Я думаю, ну что, просто так взяли и скинули вам цену. Если хороший товар, он ведь в рекламе не нуждается, его в любом случае купят. Значит, какая-то причина была. Или срок хранения истекает, или стекли, ну истекает, в общем-то, да, по закону. Или качество неважное. Люди просто не берут. Вот здесь вот даже цену сбрасывали на какой-то шоколад. Красиво я все заглядывал, думал, кому-то подарить. Все забываю название. Красиво упакованное. Они там и долька, каждая узенькая долька шоколада. И все в фольгу, в фольгу, в фольгу. Все так красиво упаковано. И я ее не покупал, но мне как-то родственники привезли с Оренбургской области. Я однажды что-то решил попробовать. Отвратительно просто. Да, просто отвратительно. Невозможно в рот взять. И сейчас я на рынке. А, в магазине продавцы мне до этого, кажется, говорили. Но мне просто было интересно. Они говорили, да, нет, не стоит брать. Я говорю, вот это я видел ваш шоколад в рекламе по телевизору. Они где-то на каком торговом центре вообще там цены снижены. Они говорят, да, это ерунда. И действительно отвратительно оказался этот шоколад. И вот я на рынке хожу, присматриваюсь. Все-таки, знаете, торговлю вел, базар и писал в газете. Всегда у меня как-то второе там чутье такое, как второе зрение. Так смотрю сначала, как просто покупатель, а второе, второе зрение, так скажем, образно говоря. Там уж присматриваешься. И у нее лежит, чтобы вы подумали. Вот это уже 350 она уже стоит. Лежит и никто не берет. Я вообще удивлялся. Они, честно, никогда не разговаривают. Даже вроде как они тебе набиваются в хорошие знакомые. Но, к сожалению, качество у них всегда оставляют желать лучше. Вот там, я даже как-то сказал, что удивительно, вот, насколько известно, в фольге, я где-то узнавал информацию, брал, в фольге чай. Сколько это хранится? Ну, во всяком случае, наверное, около двух, что ли, лет даже. Вот. А в целлофане всего лишь один год. И у нее килограммовые упаковки целлофана, вот там чай индийский якобы. Потом она думает, что они делают-то? А может быть, они химичат, у них лежит постоянно. Я не видел, чтобы кто-то вот этот чай брал. Но ведь год-то пролетает. Они, торговцы, никогда правды не скажут. Возможно, они потом перефасуют в новую упаковку. А это уже как бумага, она становится крашеная. Люди у нас, к сожалению, неразборчивые. И цену сбросят. И некоторые поведутся на это. С удовольствием купят. Ой, радуются. Дешево купил, дешево купил. Это, говорят, дорого да мило, дешево да гнило. Чего там радуются-то, что дешево купил. На себе люди экономят. И алкоголь тоже самое. Хотя, говорят, и дорогой, и дешевый. Из одного этого. Да, еще в советское время анекдот существовал. Какой-то конкурс был. Производитель алкоголя. Один вообще никакого места не занял. А один занял, значит, второе и последнее. Едет обратно, и диву дается. Говорит, надо же. Вроде из одной бочки, говорит, наливали. Странно, говорит. Почему это, говорит. Все-таки одно, говорит, одно вино наше, говорит, второе место заняло. Второе и последнее место заняло. Так вот, зачастую так. И у нас отходит на второй план, к сожалению, качество. Важна цена. Радуется, хвалится. Я подешевле купил. Подешевле купил. Не говорят, что там. У татар же говорил поговорка. Бракап сандам майхап. Хоть один раз, ну вот и меду, дескать, попробуй. Действительно, такой объем производства и, соответственно, выросли сроки реализации многих продуктов. Недавно родственница принесла какой-то там выпечек, какой-то такой, типа, конвертиков таких печеных. Внутри такой, значит, типа, малинового цвета. Что-то у нас как содержимое. Как их называют-то? Начинка отвратительная просто. Это начинка. И думаю, это же какой гигантский срок отмерен. А они действительно в огромном количестве. Потому что мука берется, фуражное зерно, самая простая мука дешевая. Сахар берется. Сахар, он недорогой у нас. Масло берет, пальмовое масло. В огромном количестве это все делают. Но если бы не было выгодно... Вот сейчас вот на каждом шагу аптека, парикмахерская пекарня. Аптека, парикмахерская пекарня. Думаете, если бы не было выгодно, они бы в таком количестве пооткрывались? Вот аптеки, буквально 100 метров аптека или 50 метров аптека. И пекарня, 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 пекарня. Поэтому я, например, просто поражаюсь тому, как они... Ну, отдельный разговор можно посвятить, да, пекарням. И главную марку не держат, понимаете? Марку не держат они вот. Если бы они вот хозяин добросовестный, и там люди... Ой, да, здорово, здорово. И цена растет, и они, может быть, люди бы здравомыслящие, во всяком случае, подходили бы и брали, несмотря на то, что цена выросла. Потому что, сами понимаете, составные продукты растут в цене. Качественные продукты растут в цене. А о том, значит, могут бросовый товар какой-нибудь приобрести. Ну, муку там, там сахар какой-то залежал. И если в таком... Это словосочетание уместно. Там масло какое-то старое, там еще что-то списанное. То и цена вроде нормальна, люди кидаются. Я в свое время помню, какой-то из Кавказа... Кто он там у нас? Лизгин парень, да? Национальство роли не играет. Однажды мне говорит, вот у тебя связи, знакомых много. Ты, дескать, возьми и по некоторым учреждениям раскидай. У меня вот есть, мол, кофе с просроченным сроком хранения. Я говорю, не стыда не совестью людей, лишь бы деньги, да? Главное, они что, наш народ принимает за быдло, что ли? Почему нельзя просто? Его... Их бы, знаете, в цивилизованном обществе даже просроченные там не стали бы выставлять. А вот у тех, которые срок хранения стекают... Вот я недавно прочел, тоже в Финляндии, что ли. С утра выставляют бесплатно на специальных полках продукты. Тот же хлеб, там, выпечки и прочее. То, что сегодня у них истекает срок хранения. Люди идут и берут малоимущие. А у нас... Нет этого, вы что? Даже вот как-то я видел на улице, там вот сюжет начинал сегодня снимать. Бабки сидят, и они в пакетах огромных притащили хлеб. Я говорю, зачем вам? А мы в деревню, говорят, коров кормить. А что, бесплатно? Нет, купили просроченный хлеб. Он уже должны их бесплатно выбрасывать в магазины. Нет, они, говорят, кто-то там продал им. А мы, говорят, скот будем кормить хлебом. Ну, это, кажется, по весне было дело. Да-да. Когда уже... Как сказать? Корма все меньше и меньше. Мы в этом отношении были более... Гуманнее, что ли, если можно высказать в этом плане сказать. У нас в село... В селе пекарня хлеб выпекали. Мы иногда покупали хлеб этот черный. Сначала 16 копеек, потом 18 и скот кормили. Потому что иногда весной не хватало сена. И мы коров кормили хлебом из магазина. Был такой грех. Да. Но не просроченный. Поэтому, не знаю, люди, у них сознание даже не меняется, к сожалению, совершенно. Хотя вот должны люди учитывать, что раз лучше купить что-то дорогое, но качественное, в небольшом количестве. И получить удовольствие от употребления. А не то, что забить желудок чем ни попадя, да подешевле. Ну всё, я на этом завершать буду. Тема актуальная, но если людям это близко по душе придётся, то, я думаю, можно потом продолжить. А пока я вот картинку только вам покажу. Это что у нас? А-а-а. Закусон, оказывается. К пиву. К пиву закусончик. Покажу я вам. Покажу. Покажу. Покажу.